Эта женщина вынуждена была бежать из дома ночью с двумя детьми 14 сентября. Сейчас живет в доме одного из местных жителей в Ноукате. Кроме них, здесь еще три семьи кормят и поят беженцев владельцы дома за свой счет. О состоянии беженцев беспокоятся и соседи. Дважды в день приходят и медицинские работники узнать, как чувствуют себя дети. Гостеприимство, щедрость и теплые отношения согревают сердца пострадавших в результате трагедии на границе. Нас всех очень хорошо кормят, заботятся, переживают о детях. Даже если хозяин дома говорит, что в еде нет необходимости, ее все равно приносят. Мы очень благодарны. Семья Матисаковых приютила три семьи. В общей сложности около 30 человек. У всех есть теплое одеяло, горячее питание и одежда. Семья, приютившая эвакуированных, готова оказывать поддержку и дальше. Как я могу оставить этих людей на улице? Это не по-мусульмански, не по-человечески. Местные власти обещают обеспечить все. Пусть все обретут счастье. Это хорошо, что у нас есть еще пенсия. На все хватает. Сегодня в Наукатском районе размещены 90 эвакуированных семей. Всего 1362 человека. Среди них есть и школьники. Их должны устроить в местные школы. Подготовлены специальные места и в больницах. Каждая семья находится под опекой государства. Мы заботимся о каждой семье. Для них должны быть созданы все условия. Дети продолжат обучение в школах и в детских садах. Рассмотрим и возможность трудоустройства. В больницах также предусмотрены места. Все эвакуированные находятся под контролем медиков. Эвакуированные семьи расселены в 14 сел Наукатского района. В Аше для эвакуированных подготовлены более 2000 мест. Людей обеспечивают всем необходимым. Начиная от продуктов питания до предметов первой необходимости и одежды. Алена Смирнова, Айджанил Турдумаматова, Уран, Адишев, ЛТР, Уржская область.